Добрый день, спасибо большое, Татьяна Викторовна, за такую прекрасную презентацию. Коллеги, добрый день, давайте еще мой звук проверим, чтобы у нас плюсики не путались. Пожалуйста, несколько человек, буквально человека 2-3, напишите слово «звук», если вы меня слышите. Много не надо, потому что чат разогнал. Все, спасибо большое, больше писать не надо. Если у вас все хорошо слышно и вы видите в чате слово «звук», не пишите, пожалуйста, не пишите, все замечательно. Значит, у нас со звуком все хорошо и мы друг друга слышим. По самой теме. Я веду эту тему не первый раз и прекрасно понимаю, какие будут вопросы сейчас. Прежде всего будут вопросы по документации, то есть что такое АОП, АООП. и ООМ, и ПРА, и прочее прекрасные аббревиатуры, с которыми мы имеем дело, когда в группу приходит ребенок с ОВЗ. Чтобы предвосхитить ваши вопросы и сэкономить время именно для методологии, я сделала отдельную презентацию, и вот по ссылочке, которая была выше, вы ее можете скачать. И там как раз написаны все вещи, которые касаются правил оформления документации. Потому что обычно в чате возникают такие споры, что нужно делать, писать индивидуальный образовательный маршрут, или достаточно будет адаптированной программы. Вот, то есть вторая презентация, она ответит на все вопросы. И еще, пожалуйста, заберите сейчас во вкладке или на Яндекс.Диске по ссылке. И там будут такие важные для вас документы, как порядок действий, когда вам принесли ИПРА ребенка, и вам нужно что-то делать, он расписан. Там есть образец ИОМ ребенка-инвалида, и есть список еще адаптированных образовательных программ авторских, то есть программы, по которым вы можете написать свою программу, если у вас в группе будет такой ребенок. Вот, пожалуйста, я смотрю за чатом. Если ответ на вопрос будет в моей презентации, с вашего разрешения, я его пропущу. Если это какой-то вопрос, который в моей презентации не учтен, я отвечаю. Хорошо. Итак, индивидуальный образовательный маршрут. Что это такое, для чего это создается? Ну, пару слов для общей картины о том, что сейчас в дошкольном образовании, как и в школьном, у нас происходит процесс индивидуализации, то есть мы уходим от каких-то общих программ и настраиваем себя и детей, родителей на то, что образование будет, что называется, заточено под каждого конкретного ребенка. То есть мы учитываем, когда выстраиваем маршрут, учитываем особенности ребенка, уровень его воспитанности, уровень знаний, все вместе, и в зависимости вот от этих условий выстраиваем индивидуальный маршрут. То есть индивидуализация – это деятельность взрослого по развитию того, что заложено в ребенке индивидуального. Ну и поверьте мне, я работаю с детьми с УВЗ, с разными, даже с очень тяжелыми. В любом ребенке, даже если это тяжелая умственная осталась, даже если это раз в тяжелой степени, есть индивидуальность, которую можно увидеть, взять, проявить и развить этого ребенка до той степени, что он будет счастлив. С моей точки зрения, это хороший закономерный результат коррекционной работы – счастливый ребенок, который потом вырастет счастливого взрослого. Для обучения в СОЖ это тоже можно использовать. В чем же проявляется индивидуальность наших детей? Смотрите, сейчас я буду говорить об индивидуальности, что называется, в сторону плюсов, что в сторону минус. Сейчас одинаково буду говорить об одаренных детях и о детях, которым требуется наша поддержка, потому что у них особые условия здоровья. В чем проявляется индивидуальность вообще? В неодинаковом уровне здоровья детей. И это сейчас очень и очень актуально, потому что ребенок может быть очень умненьким, чрезвычайно воспитанным из хорошей семьи, но соматические заболевания постоянные будут ему сильно мешать изучать программу, школы и очень сильно будут мешать развиваться в пределах детского сада. Различный уровень физической подготовленности. То, что мы живем в теле, это несомненно, это бесспорно, и уровень того, как развита физика, физиология ребенка, тоже будет влиять на то, как он осваивает материал. Не одинаковый биологический возраст детей в пределах одной группы. То есть это может быть не нарушение какое-то группы. Все органы, все системы ребенка развиваются нормально, но просто такая конституция, такая наследственность, и он может просто развиваться медленно. И для такого ребенка тоже нужны будут особые условия. Различный объем знаний входящих, то есть дети, которые пришли к вам в группу, они обладают уже каким-то уровнем накопленных знаний, и этот уровень может быть очень-очень разный. Различная физическая работоспособность детей. Смотрите, мы сейчас стараемся на занятиях учитывать даже и возможности нервной системы ребенка, потому что они тоже разные. Один быстро загорится и быстро погаснет. Второй будет долго втягиваться в работу, но будет потом работать целый час, и вы его не остановите, пока он не сделает результат. Разный темп продвижения от незнания к знанию. Тоже дети разные. Кто-то с качками добывает свои знания, кто-то постепенно. И еще неравноценное отношение к учению. Это уже чисто проблема воспитания, но дети тоже разные. Кто-то придет с интересом, с незадавленной индивидуальностью будет впитывать знания, а кто-то к вам придет уже испуганный или уже разочарованный в жизни его взрослых, и вам нужно будет начинать с того, чтобы устраивать его мотивацию. При новых стратегиях, в которых мы все работаем, мы стараемся включить ребенка в образовательный процесс, причем на правах активного участника, стараясь получить от него самого обратную связь, что тебе хочется, что ты можешь. Выстраиваем отношения по принципу диалога и применяем развивающее оценивание. Обо всем этом тоже расскажу. Сейчас мы будем говорить об общих особенностях детей с ОВЗ. Про кого надо писать или не надо, и он чуть-чуть попозже проговорю, поэтому я вас вижу, Галина Николаевна, отвечу просто чуть-чуть попозже. У детей с ОВЗ, с разными теологиями, что называется, с разными отклонениями от нормы, есть все-таки общие особенности, которые мы тоже будем учитывать, когда составляем для них и он. Прежде всего, любое отклонение от нормы – это нарушение энергетического баланса организма. Сейчас об энергетике организма очень много говорят, и на самом деле это закономерно, то есть последние достижения нейропсихологии показали, что без нормальной энергетики усвоение каких-то знаний, оно будет затруднено на самом деле. А ребенок, который болеет, вот вся его сила, вся его энергетика тратится на то, чтобы справиться с болезнью, и, естественно, уже та энергия, которая отводится его организмом на усвоение каких-то новых знаний, она идет, что называется, по остаточному принципу, поэтому таким детям сложно добывать знания даже с вашей помощью. Отсюда же, смотрите, вот все проблемы, все особенности, которые я выстроила, это своеобразная такая пирамида. Получается, нарушен энергетический баланс организма, из-за этого у него меньшая скорость приема и переработки информации, из-за этого у него замедленный темп психического развития, отсюда же идут нарушения коммуникации с окружающим миром, а коли коммуникация нарушена, то идет и нарушение личностного развития, то есть ребенок свое я, свою личность выстраивает не так, как норматипичные дети. Соответственно, вот этой схеме, которую я рассказала, мы должны найти ресурсы для развития ребенка и предоставить ему эти ресурсы для того, чтобы он мог, не буду говорить до нормы, скажу так, чтобы он мог в этом мире адаптироваться и жить нормально, даже со своей болезнью. Это прежде всего энергетические составляющие, работоспособность, активность, активность головного мозга, это развитие эмоционально-волевой сферы, то есть направление активности ребенка, мотивация, и это познавательная сфера, то есть умение добывать какие-то новые знания. Ну и исходя из этого, мы при составлении ИОН стараемся учесть все общие потребности детей с ОВЗ, то есть это то, что будет общее в любом ИОН, пишите вы его на ребенка с РАУС, на ребенка с ДЦП или, допустим, на ребенка с ТНР. Это прежде всего медицинская помощь, и на этом мы настаиваем, говорим родителям и проговариваем много-много раз, зачем это, потому что родители по-разному относятся к препаратам, но она нужна. Это второе, коррекция физических нарушений. Насколько это возможно, благо, что сейчас появляются новые методы коррекции физических нарушений, и мы можем скорректировать не только недоразвитие, к примеру, рук, ног, артикуляционного аппарата, но мы можем с помощью специальных упражнений скорректировать работу головного мозга. Этим занимается нейропсихология. Здоровье, сберегающее мероприятие, как то прогулки, режим дня, особые условия занятий и так далее. Индивидуальный темп обучения, ради чего, собственно говоря, и он мы и пишем. Индивидуальный объем преподносимой информации и использование тех методов обучения, которые будут нужны ребенку с конкретным заболеванием. Тоже про эти методы обучения я буду говорить отдельно, потому что, допустим, сравнивая ребенка с ЗПР, которому нужны плакатики, игрушки, что-то еще вот такое наглядное, и ребенка с РАС, которому для занятий нужна обедненная среда, то есть чтобы там ничего на стенах лишнего не висело, чтобы была комната, педагог, одна игрушка и этот ребенок, тогда он будет усваивать материал. Вот о чем я говорю. То есть вот эти вот общие образовательные потребности мы и учитываем, когда пишем ИОМ. Анна Викторовна, отвечу в ходе. Что такое индивидуальный образовательный маршрут? Вот сейчас добираюсь до первой партии вопросов, которые уже в чате прозвучали. Итак, индивидуальный образовательный маршрут. Почему его называют индивидуальным? Потому что он пишется индивидуально на каждого ребенка. Вот на это обратите внимание. Если адаптированные программы пишутся на подгруппу детей, например, то индивидуальный маршрут пишется на одного ребенка, на каждого ребенка. Это именно индивидуальная работа. Индивидуальный образовательный маршрут. Вот теперь обратите, пожалуйста, внимание на то, что я говорю, потому что это очень важные вещи. Составляется только согласие родителей. Опирается на реальные условия дошкольного учреждения. То есть вы просто не можете взять и списать ИОМ, допустим, другого ребенка из другого детского сада, к примеру, потому что у них есть коррекционный педагог и условия, допустим, для ЛФК, а в вашем детском саду их нет. И тогда вы их не пишете, потому что вы их не можете ребенку предоставить. И обязательно индивидуальный образовательный маршрут учитывает рекомендации по МПК и рекомендации по ИПРАМ. Лариса Валентиновна, смотрите, вам нужно найти примерную образовательную программу, вот типовую, ее прочитать и найти конкретную категорию детей с УВЗ, потому что сейчас я могу эти цифры приводить очень-очень долго. Вот, и вы, там зависит от того, сколько вообще человек в классе, какой это класс, какая это школа. И там есть нормативы все, вот эти нормативы вам нужно будет посмотреть. Все записано в программах, поэтому пользуйтесь, пожалуйста, вот этим материалом. Индивидуальный образовательный маршрут. Итак, еще раз, только согласие родителей и учитываем те рекомендации, которые нам дают врачи. Немножко по ИПРА, что это такое. До 2016 года называли ИПР, сейчас вы встретите вот такую аббревиатуру ИПРАМ. Когда ребенок с инвалидностью приходит к вам в детский сад, то родители приносят такой вот документ, который им выдают на МСЭК, на медицинской комиссии, в котором прописано все, что разные организации должны сделать для этого ребенка. Нас очень интересовать будет раздел по выбору категории учебного заведения и раздел по выбору программы, потому что там прописывают, какое учебное заведение рекомендуется, заметьте, рекомендуется именно для образования этого ребенка и какая программа ему рекомендуется. Но опять-таки большая головная боль педагогов, что родители могут обратить внимание на эти рекомендации, могут не обратить. И вполне себе возможно, что в вашей группе окажется ребенок с тяжелой формой аутизма, но без ИПРА, потому что родители не хотят следовать рекомендациям ИПРА и вполне себе считают, что это ребенок нормальный, он способен обучаться по обычной программе. Такое тоже бывает. Но смотрите, вы не начинаете делать ИОМ, пока вы не получили письменное согласие родителей. Именно письменного, то есть родители должны написать заявление на то, чтобы вы программу эту создавали. Вот смотрите, я пропустила два слайда мелким шрифтом написанные. Это правила работы с ИПРА, и вы их потом просто прочитаете. Итак, какие у нас есть этапы, если коротко. Мы получаем ИПРА, регистрируем в журнале, берем согласие у родителей, согласие либо несогласие. И иногда несогласие тоже стоит получить у родителей для того, чтобы подстраховать себя. Ну, простите, что об этом говорю, но это реальность, в которой мы все живем. И при получении согласия родителей вы начинаете разрабатывать план реабилитации и индивидуальный образовательный маршрут. Отвечаю на следующую партию вопросов, где что нужно. Если у вас группа компенсирующая, тогда вы берете за основу адаптированную основную образовательную программу нужной вам категории. Если у вас группа общеразвивающая, тогда вы берете основную образовательную программу и плюс индивидуальное коррекционно-развивающее занятие. Или вы берете основную программу. Например, если у вас группа 25 человек, из них 5 детей с ОНР, то вы берете основную образовательную программу для школьного образования. Вы берете адаптированную образовательную программу для детей с нарушением речи. И дальше, к примеру, если у вас 5 детей с ОНР и 1 с ТНР, и вы понимаете, что этот ребенок по программе с ОНР не сможет заниматься, на него пишется ИОМ отдельно, на этого ребенка. Вот таким вот образом. Принципы разработки ОИОМ. Вот смотрите, остальные вопросы по тому, какую программу писать, какую не писать, вы найдете ответы во второй презентации, которую я не показываю, но которую я приложила к документам. Поэтому, вот честно, там все ответы есть. Мы сейчас будем говорить конкретно про ИОМ, не говоря про АОП, АООП и так далее. Если родители отказываются пройти по МПК, и ребенок не является ребенком-инвалидом. Сейчас делаю шаг в сторону и объясняю, как можно это сделать, учитывая то, что родители ребенка-инвалида иногда тоже сами нуждаются в психологической поддержке. И они выдают вот такие решения не потому, что они глупые люди, а потому, что они находятся в травме. Что мы делаем? Мы берем родителя и начинаем с ним беседовать. Говорим, что сейчас у него есть два пути. Первый путь, если его ребенок не будет получать педагогическую и психологическую поддержку, и тогда результат будет такой. Там показываем картинки и не то, что пугаем, но честно говорим, какой результат может быть. И есть второй путь, когда родитель пишет документы, для ребенка делает индивидуальный образовательный маршрут, и он кроме того, что получает сейчас, получает еще много, много того, что ему нужно и то, что его может привести вот к таким результатам. И вы показываете второй кусочек результатов, чего может достичь ребенок с коррекцией. Дальше родители делают выбор. СИПР и ИОМ смотрите во второй презентации. Хорошо, там тоже все это написано. Принципы разработки ИОМ. Опора на обучаемость. То есть мы опираемся на сохранные когнитивные способности ребенка и начинаем работать от того, что сохранно. Второе. Соблюдение интересов ребенка. Быть всегда на стороне ребенка. Опять-таки, мамы могут прийти с каким-то невероятным запросом. Допустим, сделать и так, чтобы мой ребенок был такой же, как все. Или он освоил речь, если речи не было, и что-то еще. И мы понимаем, что мы можем, допустим, ребенка дрессировать все пять дней в неделю, которые у нас находятся. Ребенок будет глубоко несчастен. Может быть, он достигнет какого-то результата, но при этом его комфорт будет потерян. Ну, допустим, как происходит с детьми с ДВГ. Они могут быть хорошо надрессированы на самом деле. Простите за такие слова. Но они могут при этом быть глубоко несчастными. И потом это выливается в какие-то тяжелые вещи в подростковом возрасте. Вот. Поэтому, когда мы пишем ИОН, мы соблюдаем интересы не желания родителей, а именно интересы ребенка. И вариативность. То есть ИОН для того и называется индивидуальным маршрутом, что мы там можем отходить в сторону. ИОН пишется только на детей инвалидов и на детей, которые не осваивают ООП. ИОН вы можете написать на ребенка, если он по каким-то причинам не осваивает ту программу, по которой идет основной поток. Он может быть инвалидом, а он может быть и не инвалидом. Ну, допустим, он может быть часто болеющим, чересчур активным или еще по каким-то причинам не осваивающий вот эту программу. Тогда вы предлагаете родителям пройти по МПК. И иногда ИОН можно написать на ребенка без инвалидности. Отличия между ИОН и АООП, но, пожалуйста, смотрите во второй презентации. Следующее, что мы учитываем при работе по ИОН. То, что мы планируем работу в зоне ближайшего развития и работу в индивидуальном темпе. Вот на это обратите внимание. То есть вы ребенка подиагностировали, увидели уровень актуального развития, то есть то, что ребенок может выполнить самостоятельно. И вы, к примеру, делаете ИОН и пишете такие задания, развивающие упражнения, которые он будет выполнять с помощью взрослых, но которые его будут понемножку продвигать вперед. И как раз вот эти вот занятия, задания и упражнения вы в ИОН и вписываете. ИОН – это всегда взаимодействие согласованной команды специалистов к вопросу о том, кто пишет ИОН. Сейчас наверняка этот вопрос появится. ИОН пишет педагог, который занимается в группе. Но каким образом пишет? Он как бы координирует вот эту работу, а свои разделы в ИОН могут вписать логопед, психолог, врач, если нужны какие-то выполнения, допустим, физиопроцедур или замечания по режиму дня, и педагог-дефектолог. То есть это всегда команда специалистов, которые помогают ребенку и, собственно говоря, к вопросу о том, для чего нам нужен ИОН, как раз для того, чтобы координировать работу всех специалистов, которые работают с одним ребенком. На какой срок составляется ИОН? Честно говоря, ИОН вы можете составить на год, не больше, потому что вы не знаете пока, как будет ребенок развиваться. При том, что вы должны даже в этом ИОН, составленном на год, сделать какие-то промежуточные финиши, что называется промежуточную диагностику. Допустим, прошло три месяца, вы сделали промежуточную диагностику, увидели, что идет так, что идет не так, и вы можете скорректировать, потому что в документе есть возможность корректировки. Поэтому индивидуальную работу вы делаете самостоятельно, ИОН объединяет действия всех специалистов. И это очень удобно. То есть, когда есть единый график занятий, есть единое направление, даже, смотрите, единая информация, которую вы в ИОН будете вписывать. Ананноз ребенка, допустим, течение его жизни, еще какие-то характеристики ребенка. Представьте себе, что каждый, допустим, из этих специалистов, ребенок к нему приходит, и он начинает сначала вот это вот все собирать. Или ребенок пришел, и воспитатель принес ИОН, и педагог может, педагог, логопед, психолог может уже ознакомиться с готовым материалом и начинать работать, минуя вот эту вот долгую стадию сбора данных. Воспитатель пишет, но не целиком еще раз. То есть, воспитатель координирует работу, и каждый из педагогов, каждый из специалистов вписывает свой кусочек. Принцип непрерывности. Вот тоже, заметьте этот слайд, то есть, каким образом работаем над ИОН. Галина Николаевна, если есть инструктор по физкультуре, это замечательно. Если есть йог в команде, это великолепно. Есть детские сады, в которых есть дети с РАС, и нету психолога в штате, поэтому все в разных условиях добавляйте в команду всех, кого вы сможете. Принцип непрерывности. То есть, ИОН – это не раз и навсегда написанный документ, а такая кольцевая схема действует. Вы провели диагностику, ребенок прошел некий этап, пусть это будет 3 месяца, достаточно удобно. Вы провели промежуточную диагностику, сделали корректировку, прошел следующий этап, и так дальше по кругу. То есть, это такая работа циклическая на самом деле. Кто и как определяет, какую группу. Смотрите, родители имеют право, имеют право ребенка в любую группу записать. Никто не сможет им противодействовать и противоречить. Если у нас в ИПРА написано, что ребенку нужна компенсирующая группа, то родители могут, имеют право записать в обычную группу и в компенсирующую. То есть, они имеют право слушаться этих рекомендаций или не слушаться, это их выбор. Это не всегда правильно, но это их выбор. Динамическое наблюдение. Длительный постоянный контроль за состоянием ребенка. То есть, мы наблюдаем не один раз, а мы наблюдаем в динамике, что происходит, для чего это нужно. Чтобы определить, насколько правильно выбран индивидуальный маршрут, если темп взят не тот, то изменить темп. И мы можем, благодаря динамическому наблюдению, посмотреть, какой результат будет следующим и когда. То есть, мы можем уже каким-то образом прогнозировать. Этапы разработки ИОМ, по которым вы пройдете. Первый этап – это определение детей, которым необходим ИОМ. Второй этап – это наблюдение за детьми. Третий – диагностика. Четвертый этап – это работа. Пятый этап – это контроль. Музыкальный руководитель участвует в команде, если у него есть коррекционное занятие. Именно для этого ребенка. Итак, первый этап. Отвечаю на часть ваших вопросов. Определение детей, которым нужен индивидуальный маршрут. Это дети с органическими нарушениями. Зрение и слухопорно-двигательный аппарат. Это дети с тяжелыми соматическими заболеваниями. Здесь могут быть пороки сердца, какие-то тяжелые аллергии, ОРЗ, очень частые и так далее. Ослабленные дети. Дети с ЗПР. Дети с нарушением речи разного уровня сохранности и нарушенности. Дети с РАЗ, с умственной отсталостью, гиперактивные дети и еще категория одаренные дети. Иногда для них тоже выписывается индивидуальный маршрут. Второй этап – вы осуществляете наблюдение, причем это может быть наблюдение в организованной среде и в естественной среде. Плюс к этому этапу вы добавляете беседу с ребенком и беседу и анкетирование родителей, которые тоже добавят вам какие-то сведения. ИОМ, еще раз давайте скажу, ИОМ мы пишем с согласия родителей только. Организовать наблюдение за целой большой командой детей, которых у вас по 25 человек иногда довольно-таки сложно. Для того, чтобы это сделать, вы можете использовать вот такие материалы и как раз по ним очень удобно работать, если у вас в группе дети разные. Это карты развития детей. В картах прописаны конкретно все параметры, которые мы можем отследить в наблюдении и продиагностировать. Они сделаны удобно, достаточно, то есть вам нужно будет только смотреть на табличку и ставить нужную галочку. Ну, допустим, для детей младшего возраста встал на ножки, пошел, по речевому развитию это первые звуки, первые слова, для детей более старшего возраста, допустим, научился подниматься на три ступеньки, научился пробегать без остановки, научился читать слоги слитно и так далее. И вы просто следите в этих картах развития и ставите галочку там, где нужно. И в них есть как бы такой ареал нормы, причем эта норма не какая-то определенная, она достаточно растянутая, то есть, допустим, какое-то умение ребенок может получить не в год и три месяца конкретно, а от года до двух. И поставив галочку, вы увидите, ребенок попадает в норму или нет, то есть, если на темно-сером фоне галочка оказалась, то это норма, если на светлом, то значит, это не норма. Есть в продаже такие пособия, издательство национальное образование их издает, то есть, это карты развития детей и это педагогические наблюдения в детском саду. Следующий этап – это диагностика. То есть, здесь вы пронаблюдали, галочку поставили. И дальше вы в этап диагностики выписываете общее сведение о ребенке. У нас вот в этой презентации есть прямо то, что называется заготовка для диагностики, и вы прямо можете по ней как по анкете работать. Вот. Я сейчас вам просто показываю, а вы по этой заготовке потом очень спокойно детей отдиагностируете. Эти пособия можно купить. Вот еще пособия другие, которые помогут вам именно сделать правильную диагностику. То есть, это методические пособия для диагностики. Психодиагностика – автор Пашнев. Практикум школьного психолога – это для школьников. Психодиагностика в системе социальной работы. Обратите внимание, социальные педагоги и педагоги-психологи. Психодиагностика личности тоже больше подходит для школы. И вот очень интересная и очень нужная книга – это комплект диагностических карт для обследования речевых и неречевых функций детей раннего и младшего дошкольного возраста. Есть они для малышей и есть для детей постарше. То есть, там все сразу. Я вот сама очень люблю такие универсальные пособия. То есть, купишь за какую-то приличную сумму одну книжечку, а там все. Там, к примеру, анкеты, диагностические альбомы, таблички для внесения результатов и все-все-все. Это вот одна из таких универсальных вещей. Слайды возвращать не буду. Скачайте презентацию и все сами увидите. И вот еще три книжечки по диагностике. Они расписаны именно по возрасту детей. И очень подходят для проведения психоречевого обследования детей, начиная с трехлетнего возраста. Тоже можете посмотреть. Они все доступны. Это издательство Владос, как и книжечки с предыдущего слайда. Вот это тоже Владос издает. Поэтому пользуйтесь ими. Дальше у нас начинается этап работы. То есть, еще раз. Мы выделили детей, которым нужен ИОМ. Продиагностировали. Дальше уже работа конкретная по написанию этого маршрута. Что мы делаем? Выбираем направление работы. Способ работы. То есть, это будут индивидуальные занятия. Это будет какая-то малая группа или общая группа. Дальше вы выбираете специалистов для коррекционной работы. Причем, учитывая тех, которые есть в детском саду. Но вы можете... Я знаю, что коллеги так делают. Допустим, в такой ситуации, когда у вас есть детский сад, в нем есть какие-то специалисты, каких-то нет. Но, к примеру, в соседнем клубе сейчас много таких клубов, которые занимаются нейропсихологией. Пусть есть томатис, например, или есть босс. И вы можете порекомендовать. Потому что родители с ИОМ тоже будут знакомиться. И вы можете вписать такую рекомендацию для родителей. При возможности еще добавить занятия на босс, к примеру, или занятия томатис. И это уже будет на совести родителей и на их кошельке. То есть они могут эти занятия оплатить и предоставить своему ребенку. Они оплачивают и предоставляют. Если нет, то нет, ничего страшного. Как дополнительные. Выбор форм работы и подбор материала и проведение занятий. То есть вы идете от общего к частному. Выделили возможности индивидуальных занятий. Выбрали специалистов. И уже дальше сами специалисты расписывают, что они будут делать с этим ребенком. Какие занятия проводить. То есть у вас получится в конце концов такая сетка занятий. Где вы будете видеть, допустим, что ребенок занимается раз в неделю. К примеру, потому что условия у всех разные. Раз в неделю с логопедом. Раз в неделю он ходит на ЛФК. Раз в неделю на коррекционные занятия. И так далее. Указано время, продолжительность занятий. И вот как бы такое общее расписание, по которому этот ребенок будет жить. Ну и дальше еще немножечко расскажу о книгах, которые помогут вам уже на этапе работы. То есть когда вы сядете планировать занятия, вы можете пользоваться вот такими книгами. Кстати, насколько я помню, почти все из них есть в электронном виде. Воспитание, обучение детей, подростков с множественными нарушениями развития. Это как раз про тяжелых детей. Воспитание детей с нарушениями интеллектуального развития. ЗПР и умственная отсталость. Коррекция двигательных и речевых нарушений посредством физического воспитания. Это для руководителей физических занятий. И коррекция с помощью музыкальных занятий. Здесь есть развитие детей с нарушениями, с детским церебральным параличом и другими тяжелыми нарушениями. То есть вы тоже этими книгами можете пользоваться для того, чтобы написать какие-то вещи. И он пишется на одного ребенка, на одного, на того ребенка, который у вас не справляется с основной программой. Вот давайте пример. Я знаю, что иногда просят написать и он на всех детей, но смотрите, насколько это целесообразно. К примеру, у вас есть группа с ОНР и в ней два ребенка с ТНР. Понятно, что писать ИОМ на всех детей с ОНР – это простая трата времени, потому что у них будут более-менее какие-то ровные занятия, может быть, с какими-то индивидуальными занятиями, но они идут по этой программе. А дети с ТНР по этой программе пойти не могут, поэтому вы для них пишите ИОМ. Остальная группа идет по адаптированной программе. Ну вот это логически правильно, но опять-таки я не могу сейчас дать 100% правильного решения, потому что есть методические рекомендации на местах, и у вас у каждого они свои. Пятый этап – контроль. Итоговая диагностика. То есть опять-таки вы берете, к примеру, карты развития и снова начинаете ставить галочки. Три месяца назад ребенок не поднимался на ступень, и сам теперь он поднимается. Вы молодцы. Три месяца назад он не умел пользоваться туалетом, сейчас он тоже не умеет пользоваться туалетом. Это не значит, что вы плохие, значит, что-то пошло не так, и вы будете просто менять формы работы. Допустим, по изучению вот этого бытового умения, значит, вы будете приходить с другой стороны, а то, что вы делали, вы просто отменяете. Вот, к примеру, анализ продуктов детского творчества, который тоже даст понять, насколько ребенок продвинулся. Если ребенок выровнялся, тогда вы его возвращаете в общеобразовательный процесс. Корректировка начальной цели и выбор дальнейшей стратегии. То есть, возможно, вы ускорите темпы развития, может быть, нужно будет вернуться на какой-то этап, а это зависит от самого ребенка. Вот теперь структура ИОМ, вот именно бумажного документа, который вы заполняете по разделам. И еще раз, в документах, которые можно скачать, есть образец ИОМ на ребенка-инвалида. Запись можно будет посмотреть. В структуре есть цель, то есть, для чего вы делаете, с какой целью пишется этот индивидуальный образовательный маршрут. Временной отрезок, на который составляется маршрут, больше года не берем, потому что должна быть возможность корректировки. Ну и, в принципе, год от года дети меняются. Этот ребенок может уйти из вашего детского сада, к примеру, куда-то еще. Поэтому, ну, больше года нецелесообразно брать. Дальше, содержательная часть, в которой есть введение, медицинский анамнез, диагностика ребенка, который вы собрали, планирование коррекционной работы, то есть, это сетка занятий, прямо табличка, режим дня ребенка, рекомендации по работе с родителями, потому что родители являются основными заказчиками этой работы. Ну и контролирующая часть, где вы прописываете, как будет осуществляться текущий контроль, допустим, раз в три месяца диагностика ребенка, промежуточная отчетность и итоговая аттестация ребенка на основе развивающего оценивания. То есть, мы его сравниваем не с нормотипичными детьми, а сравниваем с самим собой, который был три месяца назад, к примеру. Корректировка. То есть, вы оговариваете условия, как будет производиться корректировка. Организационно-педагогические условия – это очень важный момент. То есть, кто участвует в реализации ИОМ, насколько люди обеспечены материалом для развития ребенка, насколько обеспечены помещениями, может быть, тренажерами, обеспечены ли люди условиями для повышения квалификации. Ну и в конце концов, вы просто берете программы, примерно адаптированные программы, и смотрите там интересные вещи по тому, как должен оплачиваться ваш труд, если у вас дети с ОВЗ в группе находятся. И это тоже, об этом можно намекнуть в ИОМ. Потому что, если в составе вашего детского сада есть дети с ОВЗ, то финансирование детского сада определяется по другим принципам, применяются повышающие коэффициенты, которые в том числе должны идти и на вашу заработную плату. Здесь же вы приклеиваете согласие родителей на разработку ИОМ и формы реализации ИОМ. Вот. Теперь у нас осталось немножко времени, и я хочу заострить тему на отдельных категориях детей. Когда вы будете писать ИОМ для этих детей, то вам хорошо бы учитывать некоторые их особенности, и корректировать оплаты, простите, пожалуйста, не туда посмотрела, корректировать организацию занятий, учитывая вот эту вот особенность ребенка. Начнем мы с ЗПР, потому что это распространенный такой вариант, когда в обычную группу попадает ребенок ЗПР. Что мы должны учесть? То, что он будет делать все, то же самое, что и дети, но будет делать медленнее. То, что у него есть нарушенные функции, есть сохранные функции. И мы будем в своей работе ориентироваться на то, чтобы с помощью сохранных функций, вот с помощью этого ресурса корректировать нарушенные. Теперь особенности, которые мы учитываем. Это незрелость эмоциональной сферы, то, что ребенок не всегда способен откорректировать эмоции, и, возможно, ему понадобится разгрузка, то есть определить прямо время, которое он будет, допустим, в комнате разгрузки находиться или на какой-то индивидуальной работе. Нужно учесть, что у него будет достаточно низкая мотивация на учебную деятельность и более высокая мотивация на игровую деятельность и спланировать занятия так, чтобы они были по возможности игровыми. Учитывать то, что у ребенка будет невысокая работоспособность, и, возможно, индивидуальные занятия с ним будут короче, допустим, чем фронтальные занятия со всей группой. Также то, что он будет не очень хорошо запоминать, к примеру, также то, что ему нужно будет зрительное подкрепление больше, чем другим детям. Что мы учитываем, то есть на что мы настраиваем индивидуальный образовательный маршрут для детей ЗПР? Прежде всего, обратите внимание, что там должно быть прописано сохранение и укрепление соматического здоровья. То есть хорошо бы, чтобы вы включили в ЕОМ ребенка ЗПР какие-то общеразвивающие вещи. Вот здесь подойдет ЛФК, здесь подойдет коррекционное занятие по физкультуре, может быть, дополнительный час отдыха, может быть, что-то еще. Учитываем побуждение к познавательной активности и обращаем внимание на дополнительные занятия на формирование общеинтеллектуальных умений, то есть на формирование всех видов ВПФ, анализ, сравнение, обобщение, выделение существенных принципов, логика, гибкость. Сюда же можно добавить память, внимание и много чего еще. То есть индивидуальное занятие мы затачиваем на то, чтобы вот это вот все у ребенка ЗПР развивать. ИОМ для детей с РАС. Смотрите, примерной программы для детей с РАС не существует в природе, потому что они все абсолютно разные. Мы учитываем, что у этих детей будет отсутствие социального взаимодействия, нарушение речевого развития как вторичное, то есть они не умеют общаться с людьми, поэтому речь им не кажется тем, что нужно. И зациклены здесь психических состояний. С этим все знакомы, кто сталкивался с детьми с РАС. Особенности. Индивидуальность чрезвычайная, отсутствие ресурсов для контакта с окружающими, поведение, которое часто пугает людей, эхолалии, стереотипные движения, и новое поведение, которое для ребенка, как это ни странно звучит, иногда бывает ресурсным. То есть в эхолалиях и стереотипиях он постепенно набирает те нужные умения, которые ему помогут потом развиваться. Чрезмерная сенсорная чувствительность. Вот здесь хорошо бы иметь помещение для разгрузки, потому что для ребенка с РАС, к примеру, нахождение целый день с группой развеселых сверстников будет просто-напросто учительным занятием. Он будет уставать, и об этом будет вам сигнализировать весьма громко. Поэтому тоже учтите, что нужно будет помещение, где он может отдохнуть. Да, и повышенная утомляемость, потребность уединения. Что мы учитываем еще? Индивидуальное занятие по специальной отработке форм адекватного поведения. То есть у него врожденного механизма социального взаимодействия с людьми нет, но его можно научить. Вот точно так же, как мы учимся каким-то свойствам и основам, допустим, поведения, которые нам не давались при рождении, то есть, допустим, новорожденный ребенок не умеет кататься на велосипеде, но мы этому учимся путем повторений проб и ошибок, точно так же ребенка с РАС мы можем научить формам адекватного поведения, и он будет их использовать. Но для этого нужны индивидуальные занятия, их и планируем. Потребность в четко организованной и упорядоченной развивающей среде. Обращайте внимание на то, что всяческие визуальные знаки, таблички, стрелочки, опорные картинки вам очень сильно помогут. И учитывайте то, что для ребенка с РАС, для индивидуальных занятий, нужно создать обедненную среду, в которой будет пусто-тихо, и будет только он и его педагог. Ему нужны занятия с дефектологом, логопедом, психологом, социальным педагогом. Все, что вы можете дать, вы ему предоставляете. Здесь же лучше прописать формы поддержки семьи, потому что мама, которая привела к вам ребенка с РАС, она 100% уже очень сильно уставшая, и пока она уставшая и не прожившая свою травму от рождения вот такого ребенка, она помогать вам не будет, даже не надейтесь. И не взывайте к ее совести, лучше запланировать вот в самом же ИОН встречу родителей, к примеру, социальным педагогом раз в месяц. Раз в неделю будет здорово, но я понимаю, что это нереалистично чаще всего. И потребность дозирования учебной нагрузки для ребенка с учетом его темпа и работоспособности. На детей раз, даже если их три человека в группе, вы пишете три ИОН на каждого, потому что они все разные. Для детей с нарушением речи. Что характерно? Нарушение слухового и зрительного восприятия как первичное нарушение. Отсюда идет нарушение в развитии психических функций, потому что они развиваются на основе сенсорной активности ребенка. Отсюда же не сформированность мыслительных операций, трудности в формировании логического мышления, потому что логическое мышление без внутренней речи развивается слабо-слабо с трудом, практически не развивается. И трудности в общении, которые идут тоже оттуда, от того, что речь не сформирована. Что мы учитываем? Обязательно привлекаем логопеда, то есть здесь главная будет логопедическая работа, но не только, еще и достаточный уровень физической активности, развития методоматорики. Ну и по последним данным, очень хорошо, если у вас будут нейропсихологические занятия, которые дают очень классный эффект. Ну, то есть я видела занятие, сама наблюдала постановку речи, запуск речи с нуля у ребенка при помощи занятий на неустойчивых поверхностях. Необходимость в социальном обучении звукового анализа и синтеза, потому что эти центры речи могут отставать. Помощь в формировании мыслительных операций и формировании социальной компетентности, то есть это занятие, которое вы можете вынести на индивидуальные или малогрупповые. Работа с детьми с СДВГ. То есть если ребенок с СДВГ с тяжелой степенью есть в вашей группе, и вы понимаете, что он не может идти так же, как другие дети, тогда вы можете по итогам ПМПК написать ему тоже индивидуальный образовательный маршрут. Что для них характерно? Дефицит активного внимания, двигательная расторможенность, слабый контроль эмоций. То есть для детей с СДВГ главная причина того, что они в таком состоянии, их лобные доли мозга, которые отвечают за волю, постановку цели и коррекцию своего собственного поведения, еще не выросли. То есть ребенок прекрасный, умный, лобная доля не отросла, поэтому он себя не контролирует. Особенности детей. Не может долго удерживать внимание. Обычно у него прекрасный интеллект, то есть он за 5 минут делает все, что другие дети будут делать за полчаса, а остальные 25 минут он сидит под партой и колотит по ней чем-нибудь очень тяжелым и звонким. Трудности самоорганизации, самоконтроля и повышенная утомляемость. Что мы учитываем, когда делаем программу маршрут для ребенка с СДВГ? Предельно четкое соблюдение режима дня в детском саду и дома. Дома это на совести родителей, но вы им объясняете, что если ребенок не будет спать в выходной и будет переутомляться, то вся ваша работа ни к чему не приведет. Консультации врача и выполнение рекомендаций тоже говорите с родителями, потому что родители в основной массе уверены, что приведя ребенка к детскому психиатру, они получат что-то типа, ой, прошу прощения, не могу лекарство называть, ну то есть лекарство, которое делает из ребенка овощи. На самом деле сейчас подобрана линейка препаратов, которые могут привести ребенка с СДВГ в норму практически сразу же. То есть это ноотропы, способствующие работе головного мозга, плюс сосудистые, например, и все хорошо. Тут даже про успокаивающие препараты не идет речь, препараты не называют, не имеют права. То есть мы консультируемся с врачом, выполняем рекомендации, на занятиях ограничиваем количество отвлекающих факторов, предусматриваем время для разгрузки, обучаем навыкам саморегуляции ребенка и хвалим его за это. И обязательно обучаем конструктивному выражению гнева. То есть для этих детей важно сформировать эмоциональную компетентность, чтобы он понял, когда он на пике, на своей волне, что с ним происходит и умел с этим справляться. Умел справляться со своим раздражением, гневом, плаксивостью и так далее. Поэтому тоже можно научить ребенок, научиться постепенно себя контролировать. Ну и общее условие для реализации ИОМ, теперь говорим уже про всех детей вместе. Это центрирование, зонирование образовательной среды. То есть должны быть возможности для занятия с разными детьми в детском саду. Делают это по-разному. Коллеги, кто-то выделяет уголок для психолога, логопеда, он же комнаты разгрузки. Кто-то уголок для логопеда выносит в спальню, которая не задействуется в основное время. Ну кто как. Создание уголков для уединения сенсорных комнат, лекотеки. Насыщение предметной среды содержанием, рассчитанным на разные уровни развития ребенка. То есть если у вас один воспитанник учит треугольники и круги, а другой воспитанник считает до 100 и начинает чего-то там складывать и умножать, значит у вас должны быть материалы для другого и для другого. Форма организации работы должна предусматривать возможность индивидуальных программ. То есть это занятия по подгруппам где-то. Это проектная деятельность, в которой решается много-много коррекционных задач. Поэтому не бойтесь проектной деятельности на таких разношерстных группах. Они позволяют наоборот, вот эта деятельность позволяет всех детей задействовать на разных уровнях, но они будут все счастливы. Один разрабатывает модель ракеты, второй подбирает по цвету цвета, допустим бумагу, для того чтобы эту ракету сделать. И все счастливы. Ну и очень важная вещь, это взаимоотношения внутри педагогического коллектива. Потому что если вы будете тянуть одеяло на себя, если каждый будет перекладывать на другого ответственность по созданию ИОМ, по каким-то результатам, тогда вы как лебедь, рак и щека не сможете помочь вашим детям, вашим воспитанникам, для которых нужны вы, нужен индивидуальный образовательный маршрут и нужно индивидуальное образование. Поэтому я думаю, что это одно из важнейших условий, на которых мы можем работать по индивидуальному образовательному маршруту. Я почти уложилась во время. И теперь я на всякий случай оставляю свои координаты, по которым вы можете со мной пообщаться при желании. Ой, да, к сожалению, уже заканчивается. К большому сожалению, с вами было сегодня очень интересно. Все вопросы я увидела честно. Если я не ответила на вопросы, берите дополнительные материалы. Ответы там. Спасибо вам за ваше спасибо. Спасибо организаторам за возможность сказать то, что для меня тоже важно. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Я желаю вам здоровья крепкого. Лето прекрасного и замечательного. И вашим воспитанникам, отдохнувших, умных, умелых воспитателей, педагогов, психологов, логопедов и всего вам самого-самого наилучшего. До свидания и прекрасного лета вам. И прекрасного лета и отпуска организаторам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...